вы вдвоем хотите спросить вместе или по отдельности по отдельности ну вот вы спросите девушка постоянно ходит на мои лекции не эксклюзивно так сказать девочка очень хорошая Олег Геннадьевич, спасибо большое, что далее возможно задать вопрос хотела спросить, у меня было годы, прошло разводов и я сейчас помогаю своим человеком хотела бы узнать, есть ли нужно ли мне смотреть в эту сторону почему вы спрашиваете, что ваше сомнение ну есть некоторые вопросы, во-первых, он старше немного на сколько? на 12 лет ну это немного, вот я свою жену на 14 старше я знаю ну это много? ну для вас нет для вас нет? а чем я от него отличаюсь, вот мне интересно что у меня другое, это другие кости что ли, другое, пошив вы можете видеть, вышла я в предыдущих отношениях или нет? вот это другой вопрос, видите, вопрос не о том, насколько он старше 12 лет это небольшая разница, небольшая, и это хорошо 12 лет для женщины, хорошо, что он старше, потому что мужчина же, он клюет на красоту а если женщина на 12 лет младше, она никогда не будет некрасивой она всегда будет моложе, красивее и это выгодно для женщины, вот она стабильные отношения получает она всегда красивая в отношениях а вот вышли вы из прошлых отношений или нет? вы же сами знаете, что нет поэтому вот в этом проблема уже надо с этим работать параллельно работать, да? ну так понимаете, как? ну параллельно работать там какая ситуация? вот слово выйти из прошлых отношений вообще неправильно это неправильное мышление человек не может выйти из отношений вот ниточка, она есть и она останется, все ее просто надо очищать, надо убирать обиды убирать ожидания какие-то, светлую память желать человеку счастья вот эту саму любовь и ожидания убирать из сердца и любовь в служение оставить только человеку надо отдать его жизнь подарить ему его жизнь, чтобы он был счастлив освободиться от этой зависимости от него желать, ну перейти в служение к нему от ожиданий в служение и тогда ты становишься свободным когда ты чувствуешь, что ты вот все уже как бы ничего не ждешь от человека ты самодостаточный, ты ждешь только от Бога и тогда успокаивается сердце и можно другие отношения, следующие строят нужно больше молиться нужно желать ему счастья как-то раскаиваться, прощать, просить прощения пытаться обиды убрать свои вот когда обижаешься, то уже привязанность когда человек обижается на кого-то, он ждет от него что-то надо жить смелее, смелая жизнь такая, крабая вот я ни от кого ничего не жду вообще я смело стараюсь жить ждать только от Бога всем дарить счастье а вот у него еще немного другая духовная традиция у этого человека это может быть проблемой люди бывают разные вот в разных традициях когда у человека есть вера она в целом бывает разной и надо посмотреть какой есть люди, они верят в Бога очень искренне и эта искренняя вера она откладывает отпечаток на восприятие человек, когда искренне в Бога верит он чувствует, что в других традициях тоже есть Бог потому что он чувствует Бога когда ты искренне веришь в Бога, ты его чувствуешь и ты его чувствуешь также в других местах не обязательно, что ты только в этом месте его чувствуешь как есть такое сравнение, что хозяин какую бы одежду на себя не надел собака его все равно чувствует знает, по запаху чувствует что-то не то опять, да? не, не, мы сейчас не комментируем вот понимаете, так и человек искренне веры он чувствует, там тоже есть Бог и там есть Бог это мой Бог, он и здесь есть и там она его чувствует, верующая душа но есть верующие, которые боятся другие веры они не чувствуют там Бога и вот в этом может быть серьезнейшая проблема и вот эти люди, которые немножко слеповатые у них есть еще одна особенность они очень отстойте от клуба благости спасибо большое, спасибо вот люди слеповатые немножко в вере они, вот у них одна особенность они очень категорично ко всему относятся они категорично следуют всем правилам не с любовью, а категорично именно они такие как бы те люди, которые не следуют правилам для них те люди, которые не следуют правилам для них чужие люди, плохие люди вот они может вам не скажут сначала сразу что они не любят другие традиции но эти люди отгорожены от всего они как бы замкнуты в своем пространстве они не любят людей других вер, традиций понимаете и самое ужасное в этой категории людей это их слепое слепая вера в старших слепая вера в старших вот это вот самое опасное потому что когда такой человеку говорят твоя жена другой веры ты ее должен бросить он даже не задумывается идет и бросает и все просто потому что ему сказал старший вот такую категорию верующих надо избегать в том случае если у тебя другая вера понимаете вот это очень опасно потому что вероятность влияния злых сил очень сильно я знаю примеры когда человеку просто говорят жена другой веры надо ее бросить он бросает потому что он сильно верит в старшего это не признак духовной развитости это признак слепоты понимаете слепоты слепоты и младшего мне важно чтобы человек принимал Бога как личность в этом в этом варианте я не верю на это вот вы думаете что вы принимаете Бога как личность может не принимаю но мне так сказали надо верить надо верить то есть вы к этому идете просто есть два варианта вы к чему-то идете допустим вы идете в хлебный магазин Один вариант, вы уже знаете точно название, а другой вариант, человек знает, что там хлеб продают, а как выглядит магазин там, он не знает. И тут вариант другой хороший. Принимать Бога как Личность есть критерии. Вот если вы, допустим, к людям по-доброму относитесь, вот доброту к людям проявляете, значит, вы проявляете, принимаете Бога как Личность. Вот если вы людей делите на хороших и плохих, если вы одних любите, других не любите, тогда уже как Личность Бог у вас расплывается. Потому что Личность — это означает любовь, это означает доброта. Нам очень сложно приблизиться к этому идее, что Бог — это Личность. Потому что у нас есть свои предпочтения в жизни, и когда человек имеет предпочтения свои, он не может оформить Личность на восприятие. Вот, допустим, мужчина, когда любит женщину, он любит в ней то, что её наслаждает, его наслаждает. Но у ней есть ещё другие особенности, как свои характеры, которые он даже видеть не хочет, потому что его это не наслаждает. Ему наплевать на её интересы какие-то личные, на её взгляды. Это называется безличностное восприятие мира, понимаете, когда мы к чему-то сильно привязаны. Но когда человек в целом по-доброму к людям относится и готов принимать в человеке даже то, что ему не близко и не нравится, это значит, что он достаточно отстранённый в своих желаниях человек, тогда личностное восприятие уже увеличивается, усиливается. Это не просто видеть всех как Личность, даже людей, не то, что Бога. Он, допустим, у него нет философии такой, философской концепции, допустим, что Бог — Личность. Это не обязательно. Есть многие люди, у которых философии, в их вере личностное описание Бога отсутствует, но они Бога личностно чувствуют и воспринимают. Поэтому это зависит от развития человека, а не от философии, религии, традиции, в которой он находится. Ещё раз повторяю, вы тоже правильно мыслите. Я вам об этом и говорил, что если человек разделяет веру, верующих людей на свои чужие, если он слепо следует наставлениям старших, если человек не любит другие культуры, традиции, он ведёт себя вот так отгороженно, это не личностная концепция Бога. Личностная концепция Бога, когда ты чувствуешь Бога везде. Спасибо большое. Вот это и есть Личность. Вот мысли у вас правильные, но вы не понимаете, как оформить. Вот и прощупывайте его, поймите, как он другим верам относится вообще. Поизучайте, пообщайтесь с ним. Если он лояльно, по-доброму, значит, он чувствует Бога как Личность. И всё нормально? Да, но везде я веду Бога как Личность. Ну всё, значит, всё нормально. Спасибо большое. Теперь у меня к вам вопрос. Вот смотрите. Если вы нашли человека, который вы чувствуете, что вам подходит, нравится, вот, он сердце, вот, крик добрый даёт. Это значит, что Бог вам подтверждает, что это ваш человек. Почему же вы тогда сомневаетесь в Боге и думаете, что он какую-то вам свинью подкинет? Ну, вы сами говорите, что женщина сомневается. Но это последнее. Ведь ей надо подтверждение старше. Да, это правда. Я вам даю подтверждение. Всё на дне. Спасибо большое. Спасибо.